Венеция, пожалуй, единственный на земле город без особых изменений, сохранившийся на протяжении последних 500 лет. Окажись сейчас здесь Титция, один из самых знаменитых ее граждан, он мог бы легко ориентироваться в городе. И площадь Святого Марка, и чудесные дворцы, и храмы, и многочисленные каналы, и даже многие улицы их магазинами и лавками, те же, какими они были в 1566 году. Поезд выезжает в Венецию по огромному виадоку, который покоится на 220 пролетах. Только этот ведок и параллельный идущий с ним автомобильный мост связывает город с берегом. Венеция расположена на 118 островах, ее прорезает 175 каналов. Самый большой из них так и назван Большой канал, его длина около 3 километра, а ширина около 50 метров. Автомобильная дорога упирается в небольшую площадь Рима, на которую выходят фасады, многоэтажные гаражи, очень длинные и высокие здания с широкими окнами. Площадь Рима является своего рода воротами в Венецию. Миновав ее, вы можете передвигаться только по воде. На Большом канале всегда царят оживленные. Плывут огромные моторные и весельные баржи с товарами. Утлые лодочки, роскошные моторные лодки, какие-то парусные суденежки. Курсируют маленькие пароходки и, конечно, гондолы. Их происхождение относится еще к XI веку, но с тех пор они мало изменились. Всегда легкие и изящные в дни. В дни чумы в 1630 году гондолы были выкрашены в черный цвет и сохранили его до сегодняшних дней. За обубренным металлическим украшением на носу и гребцом одними весел на корме. Они отличаются друг от друга только величиной. И большой или меньшей роскошностью отделки. Когда-то в них катались галантные кавалеры и таинственные дамы в полумасках. А красавец-гондолир распевал любовные песни. По Большому каналу плывешь словно по музейной галереи. Гондола скалит под знаменитым мостом Риалта, самым красивым в Венеции. Мимо золотого дома, получившего это название за обилие украшений, на своем фасаде, мимо дворца Вендрамин, в котором в 1883 году скончался великий композитор Ричард Вагнер. По обе стороны Большого канала тянут и старые здания. В стенах которой плещется вода, двери некоторые из них прямо над водой и открываются так, что выйти из дома можно только в гондолу. Лишь иногда между дверью и водой располагается маленькая площадка или несколько ступенек. Мост Риалта возвели еще в 15 веке, в 16 веке. Когда смотришь на него издали, кажется, будто через канал перекинута мраморная глыба с выдолбанными сводом и нишами. Вблизи эти ниши оказываются ювелирными магазинами, которые занимают чуть ли не весь мост. Оставляясь для движения лишь узкий проход. А начиналась Венеция в конце V века, когда жители из северной Адриатики и Падуи, спасаясь от нашествия гонов во время великого переселения народов, заселили небольшие островки, обширные лагуны. Жизнь необитателей этих мест была в те времена достаточно суровой. Прежде всего необходимо было обеспечить себя твердой землей. На некоторых осушить озеро, гадить болото с достойчиво и терпеливо от воевать умора участки суши, возводить насыпи и прокладывать каналы. Чтобы построить дома, переселенцы заостряли в верхушке сгрубленных деревьев и гоняли в зыбкую почву. Лесов в ту пору здесь было много, так что нужных деревьев на переселенцы не испытывали. Так были созданы свайные фундаменты, на которых построены почти все здания Венеции. Например, церковь Санта-Мария Делла Салюта, возведенная в память от избавления города от чумы, стоит на 1500 таких сваев. До сих пор могучий лес, возгнанный в землю, стволов держит на себя весь город, не давая ему погрозиться влаголом. Географическое местоположение Венеции тоже было очень выгодным. И уже в IX веке город стал торговым посредником между Западом и Востоком, что способствовало его политическому росту и экономическому обогащению. Громадные выгоды извлекали Венеция из крестостых походов. Она захватила много земель, получила ряд привилегий и еще больше распространила свое торговое влияние. Вначале Венеция зависала от Падуи, потом входила в состав Византийской империи, а с конца X века стала самостоятельным государством. Так, небольшая группа островов Лагоны выросла в обширную и могущественную державу. Куда бы вы ни шли в Венеции, какой-то бы маршрут не избрали, вы всегда попадете на площадь Святого Марка, единственную площадь в городе. Здесь же расположены самые знаменитые достопримечательности Венеции, и как же мчужина в роскошной оправе стоит собор Святого Марка. Первоначально небесным покровителем города считался Святой Федор, но к IX веку этот византийский святой сменился латинским Святым Марком. Тогда же появилась и легенда по поводу этой перемены. Возвращаясь к Велии, где он проповедовал христианскую веру, Святой Марк был застегнут бурой и остановился на одном из островов Лагоны. Во сне ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был погребен. Отсюда его тело тайно вывезли два венецианских купца, объявив таможником, что они везут Солонину. Слово Божьего ангела, мир тебе, Марк! Евенгелист мой! Впоследствии было начертано на штандарте Венецианской республики. В 828 году священную реликвию доставили в Венецию. За несколько лет среди монастырских садов венецианцы построили собр своему новому святому. Через 150 лет первоначальное здание собора сгорело от пожара, который перекинулся сюда от резиденции дождей. Даже предание рассказывает, что при этом пропали и святые останки евангелиста Марка. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавлениями, но через сто лет его заменили совсем новым зданием. История современного собора святого Марка восходит к XI веку, когда в своих основных частях храм был уже завершен. Новый собор публики объявили о всеобщем посте. Был построен молибен, чтобы Божьей помощью отыскать пропавшие мощи своего святого. Вот тогда и произошло чудо. Когда процессия во вглаве с дожем медленно продвигалась по собру у одной из колонн, воссел свет, в ней рассыпалась каменная кладка. Из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце, и в то же мгновение по всему собру разлился чудесный аромат. Ни у кого не возникло сомнения, что воинство нашло тело святого Марка, и все вознесли хлаву Господу за столь дивные возвращения исчезненного святого. Строительство собора продолжалось еще несколько столетий, и каждое поколение венецианцев вносило что-то новое в облик собора, украшало и обогашало его. Из всех подвластных в Венеции стран сюда свозились поистине сказочные сокровища. Из вестибюля, расписанной величайшими художниками, писателями, посетителями попадает во внутреннюю часть собора, и в глубину которой находится золотой альтар. За ними помещается картина на теме святой жизни, подаренной когда-то собору венецианскими аристократами. Картина выгравлена из золота, которого пошло с 35 килограммов и украшена 2500 драгоценными камнями. На другом конце площади святого Марка расположена компанина, 100-метровая колокольна Собора. С ее верхней площадки открывается восхитительный вид на Венецию, прилегающие острова и море. Площадь перед которым обрамлена длинными зданиями старых и новых прокураций. В древних административных учреждениях Венецианской республики на площади святого Марка находится самое грандиозное здание Венеции, дворец Дожей, который тоже строился и украшался несколько столетий. Трудами многих талантливых умов и рук был создан и этот ни в чем не сравнимый архитектурный памятник. Как бы в нем насмешку над всеми законами архитектуры массивная верхняя часть дворца покоится на легких ажурных арках. При первом взгляде на дворец Дожей кажется, что это здание опрокинуто фундаментом вверх и крышей вниз. Два этажа колонн снизу и сплошная стена наверху. Дворец Дожей воспроизводит совершенно особое впечатление. Может быть оно вызывает тем, что дворец не был крепостью, так как в Венеции не существовало обычных для средневековой Европы крепких замков. Здесь море служило защитой, а вместо фортов у республики был великолепный флот, потому что в архитектуре дворца с самого начала присутствовали декоративность и легкость. В непосредственной близости от дворца Дожей стоит здание знаменитой тюрьмы Кар-Черей, окутанное страшными легендами и преданиями, в которых переплелись вымесел и реальность. Когда-то из одной из ее камер добровольно провел ночь английский поэт Пайрон, чтобы пережить ощущения, которые испытывает узник. Здание тюрьмы с дворцом Дожей соединено мостом. Вздохов сквозь его зачерешенные окна, осужденные, прощаясь со свободой, бросали последний взгляд на море, солнце и небо. Иногда по нему проводили приговоренных казней, а снаружи мост Вздохов даже приветлив. Он повис нас узким каналом, упершись концами в стену дворца и тюрьмы. В настоящее время лом, упершийся, многочисленными туристами могут любоваться отсюда видом лагуны, а по вечерам из проплывающих под мостом гондол слышатся звуки гитары и пени. Венеция представляется каким-то таинственным сказочным городом, золотым, голубым и розовым городом дворцов и храмом, слепящего солнца и бархатной ночи, наполненный чудесными песнями гондолеров, шелестом волн и аромат моря. Этот город, в котором воединилась рожкость и преступления, где бродили закутанные в плащи кавалеры, а преступники исчезали в мочеливых водах и кальмалах. В Венеции прекрасна днем, она полна очарований и ночью. Здесь камень не пахнет морем, и каждое здание города – это живая история. Здесь столько фресок и картин, скульптур и мозаик, что город давно уже превратился в огромный музей. Сквозь века пронесла Венеция благородство своего облика и неповторимую красоту. В XIX веке писатель Гриль Парцер в своих путевых заметках писал, «Тот, кто, стоя на площади Святого Марка, не почувствует, что его сердце бьется сильнее, может похоронить себя». Но в начале 1960-х годов появилось сообщение, которое потрясло всю Венецию. Город медленно погружается в море на 2,5 мм. В год уже на 13 см погрузилась в воду статуя Кампо. Сан-Стефано, находящийся в центре Венеции. Понижение уровня островов привело к тому, что морские приливы стали вмешиваться в жизнь Венеции. Когда с моря дуют сильные ветры, вода остается в лагоне, и наступает прилив, и площадь Святого Марка превращается в соленое озеро. Движение по каналам тогда прекращается, так как гондолы не могут пройти под узкими мостами. Море затопляет первые этажи домов и приливается в магазины. Специалисты считают, что в Венеции половина из 200 дворцов нуждается в срочном ремонте, а десятая часть всех домов уже просто в безнадежном состоянии. Несколько лет назад подводные археологи, работающие в Венециарской лагоне, искали средневековый корабль, а нашли квартал древнеримского портового города. Они подтянули несколько архитектурных фрагментов, но особенно ценным оказалось то, что поднять было нельзя остатки мола. Сооружение, построенное 2100 лет, состояло из дугообразных каменных стен, длиной по 150 метров. Они превосходно защищали город от высоких приливов. Ели нарастить эту стену, то сейчас Венеция была бы надежно защищена от затоплений. Стены-то сейчас Венеции были бы надежны. Однако такого проекта нет, и жемчужина Адриатики, как когда-то называли Венецию, страдает от наступления морской стихии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...